всем привет сегодня мы приехали в город антверпен еще раз мы остановимся нашего друга серёги вот мы хотим вам показать антверпен немного лучше чем в прошлый раз потому что у нас там что микрофон не работал что-то еще да здесь алмазов будет меньше но зато будет больше не знаю какого-то и очень теплая погода классная все вперед по антверпен и по неизведанным дещинска а эта улица маер она ведет главному вокзалу здесь все магазины все люди гуляют а мы сейчас пойдем в другую сторону попробуем бельгийских вафель и еще чего-нибудь интересного а это короче бельгийский небоскреб кейбиси это банк бельгии и копировалась с американских небоскребов как сталинские высотки вот так вот тут центре да здесь очень милые улочки такие маленькие в центре на не хуже брюги но антверп это другой город здесь столица алмазов а самое популярное бельгийское блюдо это мидии в пиве или я не знаю как готовят но в общем мидии здесь готовят и самое интересное что их часто привозят из других стран но по закону они чтоб считались местными должны провести как минимум час в этой воде местной и они как-то умудряются привести подержать в воде местной и потом продать как местные мидии это грюн плац здесь он там рубин стоит на площади а мы сейчас зайдем главному собору вот мне кажется уже часть его видны мужа здесь были прошлом году зимой но это уже было слишком холодно сейчас намного теплее сейчас приятнее гулять ну то есть мы были на неделю позже в прошлом году но было намного холоднее сейчас очень тепло классно тут гулять столько туристов правда дожди бывает но сегодня очень хорошая погода очень много туристов сегодня да все пьют бельгийское пиво это живые фигуры одна фигура живая другие медные очень классно так прошлом году не было все в лесах не ремонтировали так что если хотите посмотреть как это выглядит без строительных лесов смотрите видео наше предыдущего года а это колодец сохраненный специально с древних времен но они его закрыли чтобы туда монетки не кидали ага 16 века использовался до конца 19 и на четырех языках написано наверно на французском голландском английском и немецком не серёг давай расскажи нам историю города антверпен ты здесь живешь ты наверно знаешь покажешь да да я показываю вот но в стародавние времена антверпен был портом и по легенде гигант преградил дорогу и собирал дань со всех кораблей которые заходили в гавань и появился герой который отрубил ему руку бросил ее на землю и там основали большой город антверпен и по легенде он антверпен антверпен ну типа руку бросающий руку бросок руки да да здесь в центре очень красивая круто сохранили здесь красоту от этого это просто хренен я первый раз вижу чтобы рояль был на мотоцикле у него мотоцикл и рояль он его возит с собой на колесах и приезжает любое в любой город европы и можно давать концерты прямо с мотоцикла а вот это место с бельгийскими вафлями мы сейчас закажем вафли 1 вафля стоит 2 евро 2 350 350 вот они вот такие вот бывают шоколадом клубникой с битыми сливками в общем такая вафля стоит 5 евро сейчас шоколад застынет быть покруче вот это вот место мы рекомендуем carpe diem очень вкусные бельгийские вафли трушное место здесь на углу так приятненько можем на гамаке посидеть вот здесь вот начинаются катакомбы под антверпеном уже здесь все старые церкви были соединены тут произошла недавно история что так как здесь алмазный музей рядом и в катакомбах эти катакомбы проходят под всем городом чуваки какой-то сняли старый дом взяли какое-то оборудование прокопали туннель под городом по катакомбам прошли ночью вскрыли и пробурили дырку в один из ювелирных магазинов вычистили ювелирный магазин их потом поймали только потому что они забыли свой инструмент которым они долбили а этот инструмент оказывается они купили на свою кредитную карточку незадача получилась так мы вышли на набережную тут какая-то река протекает в схельде протекает в антверпе видно центр где главный собор и вот эти вот дома все такие тут гармошки играют ну в общем красиво вот здесь вот такой вид открывается на современное жилье вдоль реки вот это вот гигант который преграждает вход кораблям в гавань антверпена и вот этот замок который реставрирует похож чем-то на замок во франции на озере лиман и вот здесь такие тоже красивые башенки и дома основаны в 19 веке или 20 вот мы короче шли по набережной и дошли до замка и тут здесь много ангаров и всяких таких зданий современного искусства вот это вот например посередине музей антверпена музей на реке и сейчас мы попробуем забраться наверх на этот музей на воде и посмотреть на антверпен свысока подъем на эту панораму куда мы сейчас поднимаемся бесплатный то есть мы сейчас посмотрим сверху на замок на весь антверпен в общем подняться наверх на панораму бесплатно играть поднимаясь здесь по этажам видно куски экспозиции вот если ходили позади на такие кораблики на историю антверпена и бельгии может быть чего-то еще заходите туда отсюда открывается великолепный вид на антверпен тут видно ветряки еще видно всякие там я не знаю заводы которые здесь есть в городе можно посмотреть на порт на современное жилье вдоль каналов вот здесь открывается вид на замок не знаю там в порту какие-то сооружения не знаю это что за заводы но там очень большая индустриальная зона видно да антверпен очень мощный порт похож на гамбург чем-то вид на старый город антверпена свысока очень круто вот так миниатюре выглядит этот музей очень крутое здание похоже на чем-то на театр в гамбурге филармонический в общем крутых приходите сюда бесплатно смотрите на город свысока вот здесь вот старые краны такие вот остались фрегаты тут это достали со дна велосипед утонул в канале наверное его достали и он вот так покрылся оброс водорослями короче мы тут сели в кафешку рядом с этим музеем просто выпить кофе мне принесли вот ирландский кофе хотя я заказал нет написано ирландский на бокале но я попросил принести мне антверпский кофе здесь какой-то будет видать кофе с чем-то горячительным вот у оле чай вот здесь принесли нам шоколадки бельгийский леонидас вот из соседнего места по моему вот здесь продают хороший бельгийский шоколад леонидас так что если будете мимо проходить заходите очень вкусный шоколад мы сейчас попробуем его у этого кафе внутри очень классный дизайн здесь просто очень старый фарфоровый чайнички вход в туалет вот такой вот очень крутое место в пяти минутах ходьбы от того кафе и музея находится вот такой вот гномик он на самом деле это бренд агентство которое говорит что она продает рост другим компаниям но самое интересное здесь не гномик а вот эта улица которая начинается вот отсюда это улица красных фонарей которая здесь в антверпене есть потому что здесь спорт и давно здесь была улица красных фонарей как в амстердаме но я вам хочу сказать что девушки здесь не от хорошей жизни работают после улицы красных фонарей мы идем по обычному такому району возвращаемся в исторический центр чем ближе к центру тем симпатичнее становится то такие маленькие улочки трамвайчики ходят да это очень классная кафешка здесь тортики всякие есть о вот смотрите какие трамваи ходят в антверпене длинные низкопольные четырехвагонные здесь бы никакой другой общественный транспорт бы не проехал вот здесь такие миленькие местечки в антверпе прям такие улочки барчики такие вон там поросшие зеленью здания это и есть 11 заповедь которая на самом деле не существует это как раз прикол такой что 11 заповеди не существует и так называется заведение рядом прямо с вот этим вот главным собором вот так вот выглядит это внутри а вот здесь вот туннель велосипедный на ту сторону реки схельды вот там ворота открываются вдалеке и туда заезжают велосипедисты и едут на ту сторону серёга я хотел задать тебе небольшой вопрос ты как житель антверпена сколько лет уже здесь живешь в бельгии почти шесть с половиной в антверпене год с небольшим ага но я так понимаю ты закончил здесь университет да я закончил каулёву на вот себе вот мой майкер докторскую и занял я где-то четыре с половиной года то есть ты здесь остаешься жить и работать почему вот почему тебе нравится в бельгии в антверпене ну я приехал сюда на докторскую и у меня здесь много друзей очень мне близка белокультура которая здесь вот и очень здесь комфортно клёво люди очень открытые и интересные спасибо большое приезжайте в бельгию антверпен такое здание такое интересненько много всего тут интересненького поле очень нравится да сейчас пойдем посмотрим на памятник петру первому так а мы тут нашли классные открытки в общем мы решили что мы снова вышлем открытку тому кто соберет в первую неделю больше лайков к этому видео то есть нужно сделать комментарий и получить лайки к этому комментарию к этому видео комментируйте да ставьте лайк и получайте открытку от нас в общем это прикольный район куда мы пришли это юг антверпена это такой хипстерский район где здесь искусство дорогие картины галереи фото галереи а здесь еще стоит на главной на одной из площадей стоит памятник петру первому потому что вроде как он сюда приехал учиться морскому искусству в общем подходит концу наш день в антверпене завтра мы уже уезжаем обратно в брюссель мы так и не сгоняли но может быть в другой раз да нам очень понравилось сегодня в антверпене мы как-то с другой стороны совсем смотрели город более он живой мне показался просто просто наш приезд немножечко было смазанное впечатление алмазный музей не такой кло классный как хотелось бы вот но сегодня мы погоняли по улицам поели в кафешках да наверное это очень важно чтобы было тепло потому что тот раз был очень холодно и мы замерзли у нас еще не работал микрофон поэтому видео получилось дурацкое а в этот раз будет наверное красочнее поинтереснее да антверпен стоящий город бельгии так что приезжайте отдыхайте здесь